Здравствуйте! Вы смотрите новости BBC с Олегом Антоненко и сегодня в нашей программе. В ожидании дебатов кандидатах президента Украины обменивается взаимными обвинениями. Пока заочно. Обыски и аресты. В Ингушетии преследуют лидеров протестов по делу о стычках с полицией во время мартовской акции в Магасе. Против внешней агрессии или внутренней оппозиции. Зачем президент Венесуэлы увеличивает численность ополченцев на миллион человек? И на что ты готов, чтобы остановить климатические изменения? Наш корреспондент спрашивал участников протестов в Лондоне, готовы ли они изменить свою жизнь ради спасения планеты. Кандидат президента Украины Владимир Зеленский потребовал действующего президента и своего соперника Петра Порошенко посадить убийц активистки Екатерины Гонзюк и прекратить, как он выразился, бегать по каналам. Давайте посмотрим очередное сегодняшнее фейсбук-обращение Зеленского. Господин Порошенко, я очень хочу, чтобы вы от «я услышал» перешли к «я сделаю». А именно, посадили убийц Екатерины Гонзюк, посадили Свинарчуков и вспомнили о том, что вы забыли о наших пленных моряках, которые сейчас сидят за решеткой и ждут, пока вы набегаетесь по каналам в поисках Зеленского, наздаетесь анализов всем и накричитесь на стадионе. Пожалуйста, сделайте это. Это ваши дела. Потому что шоумен может стать президентом, а президент, который стал шоуменом, это грустно. Как мы слышали, Зеленский вновь приглашает Порошенко на дебат на стадионе Олимпийский 19 апреля. Порошенко же хочет дебатов в тот день в студии общественного телевидения. А на стадион он приехал вчера, как и хотел. Зеленского не дождался, поднялся на сцену и обратился к нескольким тысячам своих сторонников. А если он снова будет прятаться от людей? Если он снова боится, мы его будем приглашать каждый день на все эфиры, для того, чтобы вся страна увидела, кого им выбирать на следующие пять лет. Владимир Александрович, я думаю, что вы слышите. Вы слышите голос Киева, вы слышите голос Украины. Вы, я надеюсь, уже вернулись из Парижа, отдохнули и с новыми силами готовы приступить к ключевому элементу демократии, к дебатам. Это было вчера, а сегодня Порошенко сказал, что впервые посмотрел сериал «Слуга народа» и ужаснулся, как он выразился, антизападной риторики, которая, к сожалению, цитирую, является частью гибридной войны, которую Россия ведет против нашего государства, сказал Порошенко. Ну, если вы не знаете, не знакомы с содержанием сериала, то там рассказывается о том, как учитель истории стал, учитель истории Василий Голобородько, которого как раз и играет Зеленский, стал президентом Украины. Многие упрекают Зеленского в недостаточно жесткой позиции по отношению к Москве и ее действиям на Украине. И до начала программы я спросил свою коллегу из BBC Monitoring Ольгу Робинсон, как в России освещают кампанию на Украине, кого поддерживает Москва? Российские СМИ и, в частности, российские государственные телеканалы очень пристально следят за развитием ситуации на Украине. Это действительно так. И за последние несколько месяцев украинские выборы были доминирующей, одной из, по крайней мере, доминирующих тем на российском ТВ в частности. При этом освещают зачастую российские телеканалы, происходящие на Украине, очень интересным образом, не скупясь на эпитеты и описания и сравнения, а также очень зачастую много говорят о кандидатах и говорят о том, что, мол, дело, в принципе, уже решенное, потому что понятно, кто главный фаворит гонки. А при этом они поддерживают кого-то из двух кандидатов оставшихся? И как это происходит? Это довольно интересный вопрос, потому что напрямую открыто свою поддержку российские телеканалы ни одному из кандидатов не выражают. Но по тону освещения и по некоторым деталям, а также эпитетам, которые употребляют при описании определенных кандидатов, становится понятно, кого же все-таки поддерживают. Здесь надо сказать, что Зеленский обходит Порошенко, потому что его зачастую описывают как человека из народа, как шоумена, у которого все-таки есть шанс стать настоящим политиком. И, в частности, в одном из последних выпусков «Вестей недели» на «Россия-1» его описывали как человека, который, в принципе, может быть повторить судьбу Рональда Рейгана или Шварценеггера, Арнольда Шварценеггера, всем известного актера, который стал политиком. — С другой стороны, я слышал такую точку зрения, что российские государственные телеканалы знают, что если они будут поддерживать или, наоборот, критиковать какого-то человека, то этот человек будет пользоваться большей популярностью у себя на родине, ровно по той причине, что критикуют его Россия. И в этом смысле кто-то назвал эту кампанию, которая ведется на российском государственном телевидении против Порошенко, поцелуем прокаженного. То есть в этом смысле, если ты поддерживаешь Зеленского, ты играешь, в общем, на стороне Порошенко. Вот такая конспирологическая немного теория. — Интересная теория, потому что действительно Порошенко освещают крайне негативно, и в одном из последних выпусков «Вестей» на Первом канале заявили о том, что он такой трагический герой, трагикомическая комедия, которая сейчас происходит на Украине, за которой мы все следим. В Ингушетии прошли обыски и аресты активистов, которые выступают против изменения границы с Чечнёй. Сегодня утром об обыске сообщил ингушский общественник и руководитель организации «Машер» Магомед Муцольгов. У себя в фейсбуке он написал, похоже, пришла и моя очередь в очередной раз испытать Евкуровский произвол. Мой дом и офис в Карабулаке окружен силовиками. Главное им не запугать народ Ингушетии, и победа будет за нами, говорит Муцольгов. В минувшее воскресенье, напомню, были арестованы на два месяца члены Ингушского комитета национального единства Мусам Альсагов, Ахмед Барахоев и Барах Чимурзиев. Они приняли участие, напомню, в согласованном с ластями митинге, который проходил в столице Ингушетии Магаси в конце марта, но завершился столкновениями. Тогда глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров назвал требования митингующих безосновательными. Об обысках и задержаниях поговорим, собственно, с самим Магомедом Муцольговым, которого я уже цитировал. Надеюсь, он сейчас на прямой линии связи с нами. Магомед, приветствую. Как слышно нас? Здравствуйте. Все слышно хорошо. Скажите, что у вас происходило в плане обысков? Что искали, что находили, что выносили? Как это все было? Ну, это уже не первый обыск. Вы знаете, после последнего митинга в Ингушетии прошло около 60 обысков, административные аресты и аресты в рамках уголовных дел. Точно так же, ссылаясь на уголовное дело, ко мне утром приехали следователи главного следственного управления по Северному Кавказу, следственного комитета. Прошу прощения, Магомед, мы сейчас видим картинки, эти столкновения, когда люди там палками избивают, так сказать, сотрудников полиции, бросают стулья. Это по вот этому делу у вас обвинение? Обвиняетесь вы? Меня не обвинили, меня опросили. Я не знаю, это ни в качестве свидетеля, ни в качестве подозреваемого. На этих пленках видно, на видео видно, что я не только не давал развиваться беспорядком, более того, я старался прикрыть собой вот эти метания стульев и всячески противодействовал беспорядком. Потому что ингустскому протесту беспорядки не нужны. Мы доказали, что у нас мирный протест, и уже полгода мы боремся за свои права, за уважение к нашему народу, за целостность нашей республики. Мы провели очень много разных акций массовых, митинги, съезды, семейный конгресс ингушей. И сейчас опять митинг, и нам не нужна была ни кровопролития, ни беспорядки. Это главным образом нужна региональная власть. И то, что сейчас происходит, это как раз желание Инусбека Евкува, который две недели назад по телевизору официально сказал, что будет добиваться, чтобы всех лидеров протеста пересажали. Ну вот в это колею попал и я сейчас во втором эшелоне. Сейчас проходят обыски, у меня в том числе. Изъяли телефоны, видеорегистраторы с видеокамерами, которые есть у меня дома и в офисе. Некие документы там, брошюры, плакаты, какие-то такие вещи. Ну смотрите, когда вся страна следила, и не только страна за тем, что происходило, все отмечали, что вот в Ингушетии происходит то, чего, например, не бывает в Москве и в Петербурге. Там силовые применяются сразу меры к протестующим, если вот что-то идет не так, как если, допустим, не санкционированный митинг. В Ингушетии все происходило и проходило довольно мирно. Люди выходили, полиция, в общем, молилась вместе с людьми, да, если там про пятницу речь идет. И потом вот это вот произошло, вот эти столкновения. Республика маленькая, все друг друга знают. Вот вы знаете, допустим, силовиков, их родственников, они знают вас, вы пытаетесь как-то разговаривать друг с другом, вот на какого рода контакты устанавливать, личные контакты? Ну, у каждого из нас наши силовики являются соседями, родственниками и так далее. Во-первых, беспорядки, подчеркиваю, не нужны были народу Ингушетии, а ведь на митингах находилось от 60 до 90 тысяч. Это примерно 25-35% взрослого населения республики. Это очень серьезная цифра, это впервые такое было количество людей. И понятно, что нам не нужны были беспорядки, и то, что милиционеры с нами молились, потому что у нас одна родина, одна республика, и все хотели защищать ее интересы. Но сейчас эти беспорядки устроили не местные, а тех, кого привезли в республику Ингушетии специально, чтобы разгонять подобные акции. И еще раз говорю, нам не нужны были беспорядки. Еще одна важная вещь. Говорят, митингующие забросали стульями, камнями полицейских. Это неправда. Сначала полицейские стали выдавливать щитами, бить дубинками протестующих, тех, кто находился на площади. Это даже митингом нельзя назвать. Они находились, просто сидели на парковке перед национальным телевидением. И разгон начали именно силовики. По указанию замминистра МВД, рядом с ним находился один из охранников Юнсбека Евкуева, главы республики. И вот они дали пять минут, и через пять минут начали штурм. Ну что же, я благодарю за участие в нашей программе. Руководитель организации МАШ, Магомед Муцольгов, у которого, еще раз напомню, сегодня прошли обыски по делу, связанному с столкновениями в Магасе в марте. Власти говорят, что действуют законно, но вот у Магомеда Муцольгова другая точка зрения. Далее в выпуске коротко о некоторых других сообщениях. Организаторы массовых протестов в Судане сказали BBC, что добиваются полного демонтажа государственных структур, которые были созданы за 30 лет нахождения у власти президента Амара Башира. Напомню, он был свергнут на прошлой неделе военными, которые взяли под свой контроль управление страной. Однако протестующие добиваются передачи власти гражданским. Они блокируют армейский штаб в столице Хартуми. В Китае умерла, возможно, последняя самка редчайшей гигантской мягкотелой черепахи Янцзы. Ей было больше 90 лет, и она содержалась в зоопарке на юге страны. За сутки до этого специалисты предприняли пятую попытку искусственного оплодотворения черепахи. В мире осталось, как считается, лишь три особи этого вида. Вдова бывшего президента Сербии Слободана Милошевича Мириана, она же Мира Маркович, умерла в России, где жила с начала 2000-х. Маркович покинула Сербию после того, как Слободан Милошевич был передан международному уголовному трибуналу в Гааге. И хотя она жила в России, но регулярно посещала мужа в тюрьме. О том, как ее помнят, на родине наша коллега из сербской службы Би-Би-Си Александра Никшич. На западе Маркович называли «балканской леди Макбет». На родине оппоненты ее мужа Слободана Милошевича называли ее «красная ведьма» за ее коммунистическое прошлое. Мира Маркович – одна из самых влиятельных женщин, бывшей Югославии. Один из друзей семьи Милошевича рассказал местным журналистам, что Маркович умерла от осложнений после пневмонии в одной из московских больниц, но это пока не подтверждено. Она бежала в Москву в 2000-м, после того, как свергли Милошевича. В Сербии ее обвиняют в превышении власти, подозревают в контрабанде сигарет и политических убийствах. Россия предоставила убежище ей и ее сыну Марка, и она никогда больше не возвращалась на родину. Даже на похороны мужа, которые проходили во дворе их фамильного дома в Сербии. «Милошевич и Маркович были близки с детства. Они были женаты 40 лет, были практически неразлучны, вплоть до момента, пока Милошевича не экстрадировали в Гаагу. Многие говорили, что их объединяли трагические судьбы их семей. Оба родителя Милошевича покончили с собой, а мать Маркович была партизанкой-коммунисткой, которую схватили и пытали нацисты в 1942 году. А после того, как отпустили, по некоторым данным, ее собственный отец приказал ее казнить за предательство. У Мира Маркович была своя политическая партия «Левая Югославия». В своих дневниках, которые она опубликовала в местных СМИ, она иногда выступала более радикально, чем Милошевич. А в память о муже написала книгу «Это было так» о своей жизни с Милошевичем и войне в Югославии. Говорят, она хотела, чтобы ее похоронили рядом с мужем. Детали похорон пока не сообщаются. Президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал до конца года увеличить на миллион человек численность боливарианской национальной милиции. Это гражданское ополчение, которое входит в состав вооруженных сил страны. И до конца года численность ополчения должна вырасти до трех миллионов человек. Съемочная группа BBC побеседовала с некоторыми ополченцами. Этой борьбе я готова посвятить всю жизнь. Если вдруг в Венесуэле война, это то, что надо. Я всю мою жизнь был солдат. Это национальное ополчение Венесуэлы. Власть утверждает, что в его рядах состоят два миллиона человек. Если это так, то перед нами самый крупный рот вооруженных сил в мире. Они поклялись защищать страну от любых посягательств. Если на страну нападут, мы, ополчение, встанем на защиту нашего народа. Мы не позволим ни одной стране прийти сюда и унижать нас. Потому что мы венесуэльцы, и эта страна наша. Ополчение появилось в 2007 году по инициативе Уго Чаёса. Но сейчас они в центре внимания благодаря подобным заявлениям. У нас есть разные варианты для Венесуэлы. И не исключается применение военной силы. Мы готовились к разным видам ведения войны. У нас есть опытные снайперы. Нас готовили кубинцы, китайцы, никарагуанцы. Некоторые добровольцы старше 50 лет. Мне нравится быть национальным ополчением. Это отличается от того, чем я занималась в молодости. Чавес заставил уважать пожилых людей. А вот раньше с нами не считались. Я этим горжусь. В субботу в Каракасе прошел военный парад, на котором присутствовал президент Николас Мадуро. Я горжусь национальным ополчением. Они настоящие венесуэльцы. Мужчины и женщины. Бойцы. Они – сила Венесуэлы. Дональд Трамп, руки прочь от Венесуэлы. Держись от нас подальше. Ты – империалист. Однако существует мнение, что основное назначение ополчения – защищать не Венесуэлу, а правление Мадуро. Я готова сделать все необходимое, чтобы никто не смог повернуть революцию вспять. К декабрю 2019 года Николас Мадуро планирует увеличить численность ополчения до трех миллионов человек. В Лондоне и некоторых других столицах сегодня проходят масштабные акции протеста Extinction Rebellion, что можно перевести на русский как «сопротивление вымиранию». Активисты считают, что к вымиранию человечества приведут климатические изменения, вызванные самим человеком. В Лондоне участники акции блокировали главные улицы и протестовали у парламента. На демонстрации на Оксфорд-стрит возле штаб-квартиры BBC побывал и наш корреспондент Бен Тавенер. Он спрашивал участников акции, готовы ли они изменить свою жизнь, чтобы спасти планету. Добро пожаловать в центр Лондона, в разных точках британской столицы и на самом деле в разных мировых городах. Люди блокируют главные улицы. Это люди из движения Extinction Rebellion. Их цель – это привлечь внимание к проблеме изменения климата. Как вы видите, собрались сотни здесь людей, среди них немало молодых людей, поскольку здесь идут школьные каникулы. Но давайте узнаем, что эти люди сами делают для того, чтобы помочь планете. Многие называют авиаполеты, дешевую одежду и одноразовые пластиковые предметы главными злодеями в борьбе против изменения климата. Я перестала летать и стараюсь быть веганом. Я не покупаю одежду ни в одной из сетей. Хожу в магазины, подержанной одеждой и ношу поношенную одежду. Мы сами вяжем носки. Сами вяжете носки? Ну, не все. Я веган, так что я исключила продукты животного происхождения и стараюсь каждый день следить за утилизацией и сокращением отходов. Когда хожу за покупками, стараюсь все потом унести в руках или в рюкзаке. Я сам музыкант, так что я рассказываю об этой проблеме и через музыку. Это тоже платформа. Как вы сюда попали? Я приехала на автобусе из Бристоля. Встала в 5 утра. Вам не кажется, что этот транспорт загрязняет атмосферу? Поезд слишком дорогой. Зато вся моя одежда из секонд-хенда. Вещу, что на вашем наряде много элементов из пластика. Глиттер, блестки. Дело в том, что я купила платье на барахолке. Спасла его, чтобы его не выбросили. Я поношу его, а потом передам дальше. При закатывании этой обувы, скорее всего, использовали пластик. Возможно. Но я буду носить их лет 5-6. А готовы ли вы пойти на большее? Например, перестать летать? У меня и так нет денег, так что я не летаю. Я хочу путешествовать по миру, но именно пешком. Без самолетов и поездов. Боюсь, тогда эти туфли не проживут 6 лет. Сколько активистей готовы продолжать протест? Протестовать будем столько, сколько потребуется, пока правительство не признает экологический кризис, в котором мы находимся, и не примет оперативные меры. Мы планируем находиться здесь, в этих пяти местах в Лондоне, столько, сколько потребуется. Это прекрасно, что происходят небольшие изменения, но нужны масштабные действия со стороны правительства. Если мы не продолжим протесты и будем сидеть сложа руки, нам будет нечего спасать. Здесь призывают всех, и СМИ, и правительство, и больших операций говорить правду о проблеме изменения климата. А говорят, что если государство будет медлить с ответом, то они продолжат блокировать главные улицы мировых столиц. Здесь говорят, что они готовы к задержаниям и арестам, но сами прибегаться к насилию не собираются. При упоминании об экстремальных видах спорта на ум приходят многие. Ну, например, человек, парящий, как птица в костюме крылья по-английски у Винг-Сьюти. Яри Космо был одним из изобретателей Винг-Сьюта более 20 лет назад, а мысль о костюме пришла к нему, когда он стоял над обрывом в Италии. Когда стоишь на самом краю, остается преодолеть главный страх. А для меня самым большим страхом, наверное, была смерть. В 1999 году я создал первую компанию по производству Винг-Сьютов для профессиональных скайдайверов. Испытание Винг-Сьюта мог быть очень опасным. В прошлом, во время испытания, погибло много народу. Прежде чем я начал делать их, было только одно исследование, в котором говорилось, что из 75 человек, испытавших Винг-Сьюты, погибли 72. Мой первый прыжок в Винг-Сьюте был в 1999 году, в Варко, в Италии. Без костюма ты падаешь, как мешок с картошкой. Это 8 секунд свободного падения. В Винг-Сьюте удалось чудом преодолеть сотни метров за 28 секунд. Я выжил, но чудом. Я делал много ошибок, учился на них. Когда я стал продавать Винг-Сьюты, мне было очень важно научить людей ими пользоваться. Я не продаю костюмы ради прибыли. Я создал подобие автомобильных прав для скайдайверов. Это так хорошо прижилось, что даже Мировая ассоциация авиации стала обучать всех по моей методике. Любой инструмент в мире можно использовать неправильно. Молотком можно дом построить, а можно ударить кого-то по голове. С Винг-Сьютом то же самое. С его помощью можно повысить шансы выжить, а получить невероятное удовольствие и опыт. Но можно использовать и неправильно. Когда открывается парашют, испытываешь безумное счастье, потому что ты чувствуешь себя живым. Ты не умер, ты жив. У нас для вас хорошие новости. Русская служба Би-Би-Си запускает подкасты, наконец-то. В шоу «Что это было» мои коллеги быстро и понятно объясняет все самое главное про самые важные новости недели. Это шоу выходит по утрам в субботу, а вот по понедельникам, с сегодняшнего дня начиная, слушайте подкаст «Разговоры с арбитром». Уверяю, это очень весело и интересно не только любителям спорта. И давайте сейчас познакомимся с ведущими этого подкаста. Большой спорт не только для сильных. Большой спорт не только для высоких. Большой спорт не только для ловких. Большой спорт для всех, кто сталкивается со взлетами и падениями, победами и поражениями. Для тех, кто тормозит и кто бежит впереди паровоза. Большой спорт – это не только голы, минуты, секунды. Большой спорт – это человеческие истории. Каждый понедельник мы будем спорить, ругаться и говорить о них в подкасте «Разговоры с арбитром» в студии BBC. И первый подкаст «Разговоры с арбитром» можно послушать прямо сейчас на нашем сайте bbc-russian.com. Загружать и слушать подкасты можно также и на других платформах – на iTunes или iPodcast, в «ВКонтакте», в «Одноклассниках», на «Яндекс.Музыке». Ну а если вы, например, как и мы, живем в Британии, то BBC Sounds – это самая лучшая платформа для этого. Давайте сейчас, друзья, послушаем этот подкаст после окончания нашей программы, которая, собственно, уже и закончилась. С вами был Олег Антоненко. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok